Субтитры делал DimaTorzok Конечно, оно наполнило меня тем теплом, которому я сейчас ощутила благодарность, но вот благодаря именно тому, что это был текст, я прямо почувствовала, знаете, отношение к истоку, что ли, вот благодаря чему этот рассвет, зимой начинается зимой, благодаря действию солнышка, вот, знаете, как будто ближе с ней встретилась, такой, более близкий, чтобы диалог, где текст стоит. Еще текст не пошел, а картинка уже пошла, и я, как и уже сразу передо мной, как окно в новый мир открылась, сказка началась, там где богатыри, там... Оранжевые, космеи, цветочки такие растет, теплые. Красная девица и так далее. Вот, и сразу, как образ стало светлее, вот, который вот, человек и солнышко, то, что уже понятно, вот эти все нюансы, о которых мы ранее говорили в изобразительном искусстве, что, что нужно показывать, образ, как... Вот, и сразу все стало ясно. Вот, переходя уже к словам, к изображениям слов, ну, вот эти вензеля, буквы, загляденья, прям, растворяющиеся еще дополнительно от такого изображения этих мудростей, может быть, даже азбучных истин, если поглубже в этом освоится. И ему дарит свет, солнышко, своими плодами. Очень понравилось, дополнительно. Совсем не лишний, да, он помогает, да? У меня, помимо того, что уже созрело по тексту, благодаря видеоряду и музыке, и заново услышав, строчки эти, как будто очищаешься, то есть приходит новый день, и вот, ну, чувство очищения, ну, как будто ты заново родился снова, и ты теперь такой новый, с хорошим, совсем с добрым внутри. И все, что, если даже было плохое, оно позади, потому что сегодня новый день, и ты можешь нести это дальше, быть чуточку лучше в этот день у тебя, вот, есть все возможности для этого. Еще мне очень понравилась строчка про, я ее, честно говоря, в предыдущий раз на нее не так внимания обратила, про любви, вселенную, очень сильная, мне кажется, штука, что мы можем сами создавать это, вот. Ну, она прям такая, как это, мощная, 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 да, вот. Ура! Ну, мне тоже шрифт понравился, как написание такое, какое-то сказочное, действительно, и для меня, в первую очередь, пример, что, как бы, действительно, надо утром каждый раз с таким настроением и с самочувствием просыпаться и... Да, дарить ребенка там, то есть все это. Я так, конечно, стараюсь всегда, но мы бахтаю все это с хорошим настроением, но более качественнее можно это делать просто. В общем, как пример, солнце как пример для нас всех. Я уже знаю применение данной работы. Тем, у кого долгое время, утро начинается хумура серая, и продолжается это днем и вечером, и за дня в день нужно, как проснулся, солнышко засветило, встал и включил. Да мне! Мне! И тогда сразу потом и побежал, и на работу, и булец, и дела, и все будет хорошо. Это пилюля такая от хандры. Знаешь, вот мы говорили, что солнце как источник света, да, и сердце как источник света, а я ощущаю, что сказка как источник этого света. Вот сейчас мы прямо слушаем, и это вдохновение ощущается, и отношение к тому самому главному появляется. Автор вполне передал. У меня еще музыка, я не перебила, надеюсь, никого нет. Я перебил. Внутреннее ощущение вызвало желание делать все красиво, плавно. Вот какое-то такое ощущение, если двигаться под эту музыку, то надо обязательно поднимать руки вверх. В солнышко. Да, да. Интересно. Да. Где-то руки солнышко поднимают вверху. Нет, они движения должны быть плавные. Восходящие такие. Да, плавные очень. Я еще хотела сказать о картинах, которые появляются между текстом, а дальше музыкой и картиной. И вот они такие говорящие. Вот я сегодня совсем по-новому почувствовала, вместе с вами смотрела, там, где солнце, его внутренняя жизнь, солнышко, оно греет. Греть. Я прямо вижу. Греть. Эта картина, она с экрана. Но я прямо ощущаю, вместе с музыкой ощущаю, как это сердце работает, согревая пространство. Солнышко греет всю Вселенную. И чувствую, что сердце, оно греет Вселенную, может греть Вселенную тех, кто рядом. Вот именно так. Этими нежными красками, этими всполохами чувств, этими тонкими нежными, такими чистыми, именно чистыми чувствами, звуками. Прямо учиться, что ли, это не нужно. Красиво. И вот эта картина, где солнце трудится, да, и как будто его внутренняя жизнь там проявляется, она меняет цвета. Вот этот луч, который она создает такой, какой-то волшебный. Я понимаю, что эта картинка, она на экране в то же время, я понимаю, мне эта картина рассказывает об интенсивной внутренней жизни источника света. О том, что все, что он отдает, оно внутри себя создает. То есть настолько картина включает весь мой внутренний мир в этот процесс. И я его проживаю вот так богато, так ярко просто, уже с предподнятым таким настроением, с ярким восприятием. У меня еще такая мысль появилась. И ведь вот это солнышко уже не просто так светит. Когда есть для кого светить, оно светит. А если бы не было для кого светить, оно бы, наверное, не светило. Тут еще из физики тоже как бы энергия, она же энергии выдает солнышко. Энергия как бы не теряется, она переходит из одного состояния в другое. Как бы от одного объекта к другим. Соответственно, солнышко светит каждое утро, каждый день. Всем мы напитываемся, все напитываются, кто может тянутся. Потом также излучаем в другой форме энергии. Наверняка солнышке от этого хорошо. И она тем самым набирается силой и светит на след еще утро опять же нам.